Господин Новиков, я хочу принять участие в этом событии в качестве одного из выступающих. Особенно благодарен господину Бабкину и Марии Пасхановой, которая тоже является международным координатором, которая сделала возможным мое участие в этом форуме, чтобы я мог, как бразильский шар, помогу в принятии участия. И мы сейчас соблюдаем, как меняется мир. Год назад мы в действии собирались, обсуждали вопрос, какие шаги нужно будет принять для того, чтобы мир стал многополярным, говорили о том, как армейное сотрудничество, и какие инструменты должны быть для того, чтобы БРИКС успешно функционировал, и чтобы к 2009 году, начиная с 2009 года. Спустя несколько месяцев лидеры стран БРИКС встретились с Антони в Южной Африке, и они просмотрели все достижения, которые были достигнуты в это время нашим блоком. И мы тогда решили принять еще шесть дополнительных стран, которые бы включились в этот процесс. И в таком случае Индия, Чайная, Южная Африка. Мы полностью выразили поддержку России в 2004 году и пригласили шесть стран, которых мы в дальнейшем обсуждали. И выступая на этой трибуне и обсуждая те проблемы, которые стоят перед ООН, БРИКС в настоящее время озабочен тем, чтобы односторонние меры, которые принимаются, могут негативно сказываться на каких-то процессах. Это касается нарождающихся рынков и многих стран. И подтверждая важность Д-20, которая играет тоже значительную роль в экономическом сотрудничестве и финансовом сотрудничестве, и мы должны встречаться со всеми теми и проблемами, которые имеют место. И эти глобальные все вызовы, мы с ними должны справляться. И только путем дальнейшей интеграции вот этого глобального юга мы можем достигнуть таких результатов в качестве... Мы рассматриваем их как политический, так сказать, инструмент, с помощью которого страны БРИКС и их экономики могут в данном случае... Мы говорили об этом совсем недавно, могут на 38% примерно мирового... Это сейчас упоминалось только, это касается в том числе и какую ключевую роль мы играем в мировую финансовую систему. Кроме политической важности БРИКС заключается еще в том, что когда имеются конфликты в различных частях мира, то страны БРИКС осуждают терроризм, где бы он не имел места, и где бы такие террористические акты не происходили. И мы стоим за нераспространение ядерного оружия, и мы стоим за разоружение, и мы стоим за поддержание мира во всем мире. Кроме того, мы стоим за то, чтобы можно было бы в дальнейшем проводить политику многосторонности, и БРИКС имеется возможность активно задействовать различные инструменты для того, чтобы проводить в жизни подобные интересы, и чтобы можно было до конца этого года многим странам получить доступ к таким инструментам. И интересно то, что те проблемы, которые стоят перед странами, которые ориентированы на различную экономику, это вопросы безопасности, и в том числе они интересованы, чтобы вопросы производства продуктов питания и сельскохозяйственной продукции стояли на первом месте, чтобы решать вопросы голода и всего остального. Кроме того, возникает вопрос еще и транспортировки всех сельскохозяйственных продуктов и доставки туда, где это необходимо. И в том числе мы против того, чтобы какие-то меры принимались, которые бы ограничивали такой вот обмен циркозаточной продукцией. Что касается прочих реформов, которым призывает БРИКС, и это мы преуспели в том, чтобы заключить в декабре прошлого года. Мы сумели получить дополнительные квоты для того, чтобы больше способствовать тому, чтобы система финансовой безопасности в дальнейшем совершенствовалась. И, кроме того, мы работаем с Мировым банком и тем, чтобы эти ресурсы между одним могли бы регулироваться наиболее эффективно. Кроме того, это речь еще идет о том, что новое развитие, это банк, который обеспечивает наиболее эффективные финансовые инструменты для обеспечения устойчивого развития и в том числе расширение членства и улучшение коллективного руководства и общая стратегия на протяжении которые планируются с 23 по 26 годы. И лидеры, которые встречались в Северной Африке, мы тогда говорили о том, что правительства должны рассудить вопросы, в том числе и платежные инструменты, как им образом можно использовать национальные валюты для того, чтобы производить различные финансовые транзакции. Лидия, господа, решение те страны, которые были приглашены, они ответили положительно, и это говорит о том, что мы хотим сейчас наш основной принцип заключить в том, чтобы те критерии, которые положены в основу Брикса и в его расширении, чтобы они принимались и соблюдались с этими странами, которые, и чтобы их участие в Бриксе способствовало дальнейшему его совершенствованию, как было доложено на Казанском саммите. И как эксперт, я могу сказать, что нам очень понравилась декларация, которая была сделана, которая по-прежнему вдохновляет руководителей, и имеются все основания полагать, что мы создадим, в конце концов, в критическую массу, и мы станем достаточно эффективным глобальным игроком. Около 46% мирового населения это не сутка, и мы действительно представляем, и с этим нужно встречаться, и в Викторском Союзе, и в ООН, делается все для того, чтобы обезвечить безопасность, стабильность. Хотим мы этого не хотим, но Брикс уже существует, и он от него очень многое зависит, он является активным игроком на междунарении, и очень зависит, прежде всего, от того, как мы формулируем нашу внутреннюю политику в наших странах, которые влияются членами Брикса. Второе, это участие в многосторонних институтах, которые для пользы всех, и третье, это противостояние любой протекционерской политики, которая касается торговли и всего остального. Независимо от всего этого, Брикс Плюс интегрируется в международную систему, и в настоящий момент абсолютно понятно, что наши участия не контрацентрированы, а мы, наоборот, хотим стремиться к тому, чтобы обеспечить стабильность и безопасность, и как российский господин Бабушкин, который является послом России в Индии, он неоднократно подчеркивал о том, что это касается именно этих вопросов, создания такой архитектуры, которая делает наш Брикс достаточно устойчивым и надежным. Бразилия, которая является членом Брикса в этой части из Маушара, запросы, конечно, платежных инструментов и национальных валют имеют большое значение для того, чтобы мы могли были успешно вести наши торговые и экономические отношения. Я благодарю вас за внимание. Продолжение следует...